Здравствуйте! Меня зовут Роман Шаповал и я представляю Украинскую Федерацию йоги в Днепре. Мы считаем, что сейчас особенно актуально заниматься йогой. Во-первых, потому что регулярная практика йоги делает человека энергетичнее и здоровее и положительно влияет на иммунитет. Люди, которые регулярно занимаются йогой, чувствуют себя лучше, заболевают реже, а даже если случается заболеть, выздоравливают быстрее и легче. Во-вторых, практика йоги делает человека эмоционально стабильным, позволяет не вовлекаться в негативные эмоции и видеть в жизни положительные стороны. Кроме того, сейчас у многих образ жизни стал менее подвижен, чем был ранее, и просто необходимо что-то делать, чтобы не давать телу растекаться по дивану и разгружать спину для тех, кто работает на удаленке. И в конце концов, то время, которое сейчас освободилось, можно и нужно использовать для заботы о своем здоровье. Выровнять осанку, скорректировать работу суставов и позвоночника. В конце концов, эта эпидемия пройдет, а ваше здоровье останется, и тело будет вам благодарно. Итак, начнем занятие. Это знаменитый комплекс сурья намаскар, приветствия солнцу. Лучше всего его делать утром, на восходе солнца, но можно и в течение всего дня. Итого, исходное положение. Выровняли дыхание, расправили плечи, сделали несколько полных глубоких дыханий. И постарайтесь сохранить ровное глубокое дыхание во время выполнения всего комплекса. Потянулись руками вверх. Вышли на носочки. И потянулись таким образом, чтобы натяжение было от пальцев рук до пальцев ног. Несколько полных глубоких дыханий. И потянулись отсюда вперед и вниз, в падахаст асану. Так, чтобы натяжение было от стопы до основания черепа. В этой позе не так важно сложиться пополам, но важно потянуться макушкой вниз. И прочувствовать то натяжение, которое возникает по всей задней поверхности тела. Несколько глубоких полных дыханий. И делаем широкий шаг назад. Тазом здесь важно потянуться вниз. Лопатки мы собираем сзади, для того, чтобы дотянуться грудью вперед и вверх. И переходим в следующую асану. Здесь очень важно напрячь мышцы пресса. Эту позу в русском варианте мы бы назвали упор. И переходим в следующую асану. Продолжаем глубоко и ровно дышать. Потянулись тазом назад. И грудью по полу вперед. Это знаменитая поза аштанга намаскара. Она прекрасно дотягивает грудной отдел позвоночника. Здесь подбородком нужно потянуться вперед. А лопатки собрать. И несколько полных глубоких дыханий с акцентом на грудину. И прокатились грудью по полу. И дотянулись в позу собаки мордой вверх. Собрали сзади лопатки. Потянулись на плечах вверх и грудью вперед. Натяжение должно быть по всей передней поверхности тела. От подбородка до пальцев ног. И следующее это будет знаменитая поза кошки. Тазом потянулись вверх. Здесь спина прогибается вниз. Пятки мы стараемся поставить на пол. А тазом тянемся вверх. Несколько полных глубоких дыханий. На санскрите это ардо-мухва-шванасана. Но я думаю большинство наших зрителей будет проще сказать поза кошки. И переходим в следующую асану. Она симметричная той, которую вы уже делали. И очень важно здесь стать так, чтобы было натяжение в бедре. Тазом потянуться вниз. Лопатки сзади собрать. Потянуться грудью вперед и вверх. Дышим глубоко с акцентом на грудину. И переходим в падахаста асана. Мы ее уже делали в начале комплекса. Макушка здесь тянется вниз. И постарайтесь равномерно распределить вес тела по стопам. И мягко, плавно выходим из этой асаны. И потянулись руками вверх и за спину. Грудью потянулись вперед и вверх. Таз чуть подали вперед. Очень важно, чтобы не было перегрузки в пояснице. Натяжение, которое возникает, должно пройти от пальцев рук до середины груди. Несколько полных глубоких дыханий с акцентом на грудину. И возвращаемся в исходное положение. Для большего эффекта этот комплекс хорошо делать несколько раз. Четыре или шесть. Продолжая глубоко, ритмично дышать. Дорогие друзья, занимайтесь йогой, практикуйтесь регулярно и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин